Двое жителей Чечни Шота Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в секретную тюрьму для геев, найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила новая газета. В республиканском МВД утверждали, что мужчин застрелили при попытке напасть на чеченских полицейских. Эта информация не сходится с данными судебно-медицинских заключений и протоколами осмотра трупов, согласно которым оба они убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок, с собой у них не было никаких вещей. С обоими погибшими был знаком житель Пермского края Максим Лапунов, который жил в Чечне два года и две недели провел в этой же тюрьме. После освобождения он стал первым рассказавшим о пытках и незаконном лишении свободы, а также потребовал возбудить дело против силовиков. В своем заявлении вследственные органы Лапунов упоминал о двух чеченцах-сокамерниках, которые пробыли в том здании более 40 дней и подозревались в причастности к убийству. Россиянина выпустили 28 марта, и он отправился на встречу с родителями Акаева, которые не видели сына с 6 февраля 2017 года, чтобы рассказать, где он находится. После этого он уехал из республики, а спустя два дня были обнаружены трупы мужчин. В материалах проверки по заявлению Лапунова есть упоминание о найденных телах. Уголовное дело по факту убийства двух человек следователи заводить не стали, а сама проверка была прекращена с формулировкой «Обстоятельства», изложенные в заявлении Лапунова, не получили объективного подтверждения. В конце ноября молодой человек уехал из России вместе с семьей из-за угроз в свой адрес. Субтитры создавал DimaTorzok